Да, на фотках видеть, конечно, неважно, я понимаю. Ничего. Что поделаешь? Сегодня наш форум посвящен, в частности, теме противостояния, что удручает, потому что после страшных событий в 20 веке с применением ядерного оружия совершенно неоправданного, и до этого с применением биологического оружия во время Великой Отечественной войны, казалось бы, человечество уже должно понять, что противостояние – это будь ведущим никуда. Но, увы, этот вывод сделали только простые смертные. Сегодня мы видим, что паращи элиты так называемого коллективного запада, в случае, как и коллективного розы, они тщательно и постоянно держат, подогревают все конфликты, которые существуют на нашем маленьком глобусе, которые в одиночестве путешествуют во Вселенной, именно для того, чтобы в нужный момент, используя нужные манипулятивные инструменты, раздуть пламя раздора на любой почве, неважно, используется, в ход идет все – и ксенофобия, и фашизм, и нацизм. Мы все это сейчас видим. Все эти инструменты используются для того, чтобы коммуникации проходили так, как им нужно. И неважно, сколько человеческих жизней это будет стоить. Ведь никто же не будет спорить, что любая война – это плохо. Неважно, на чьей стороне в этой войне. Рушатся судьбы, люди умирают, инфраструктура рушится, и после этого долгий, очень долгий год восстановления после любой войны. Но, к сожалению, сегодня мы видим то, что некоторые товарищи, которые руководят странами на Западе, не приедут этим. И там, где им нужно, педалируют ненависть. И это мы видим сегодня, в том числе и на Украине. Мы видим это в течение 8 лет, ДНР, ЛНР. Мы видели такое отношение в течение 44-дневной войны. Это даже уже не политика двойных стандартов. Это просто нам можно, а вам нельзя. Вот хоть что хотите делать. Потому что, когда Запад постулирует приверженность принципам всемирной конвенции прав человека, но при этом ничтоже сумняшееся лишает людей по всему миру основных прав и свобод, когда им это удобно, конечно, ни о какой объективности речи не может. Основное место, конечно же, в репу этих инструментов, которые используются так называемым газетелем Западом для манипулирования общественным сознанием, являются в том числе и цельческого рода цветные, бархатные, не знаю, как хотите называть, революции. Потому что мы уже видим целый ряд таких революций. Все началось, насколько я помню, я не претендую. Очень сложно говорить умные слова после ряда выступающих, которые, конечно, значительно на более высоком уровне находятся, чем я, но я постараюсь. Все началось со страны Магреба, да, с северной Африки, потом все это перекинулось к нам сюда. Мы видели Украину, Грузию, и замыкающим в этом ряду для нас, во всяком случае, стала Армения. Для нас жизнь разделилась на до 18-го года и просто 18-го зубника. Хотелось бы, конечно, чтобы все-таки человечество делало какие-то выводы и не отступало каждый раз на те же граждане. Теперь относительно того, из-за чего мы здесь собрались. Конечно же, если смотреть вглубь того, что сейчас происходит на Украине, совершенно очевидно, что все это спровоцировали горячие головы из НАТО, в частности. Потому что на Усть-Калле Зеленского, который не захотел вернуться на путь адекватности до того, как Россия приняла оправданные жесткие меры для того, чтобы обеспечить, во-первых, безопасность русских, русскоговорящих людей, проживающих на территории ДНР, ЛНР, и плюс обезопасить себя от фактической, ну не буду говорить агрессии, но от продвижения НАТО на Восток, и они, собственно, не собирались останавливаться. А сегодня что мы видим? Мы сегодня видим, что товарищ Столтенберг что нам говорит? Что окажется, Россия, собственно, и не враг на самом деле, и за Украину они вплываться не собираются вообще сами, как хотите, там разбирайтесь. Во всяком случае, мы слышим, что они позиционируют себя так, что мы не хотим, это будет Третья мировая война, и так далее. Но люди-то умирают. Почему мы не задаем себе этих вопросов? Что теперь пойдет? Такая сложилась ситуация, потому что, повторюсь, каждый раз некоторые страны, которым показывают конфетку с запада, и говорят, приходите к нам, и будет вам всем неолиберальное счастье. А потом эта конфетка, оказывается, привязанная на веревочке к палочке, как в случае с пресловутым и шагом, который идет за морковка. Но так ее и, собственно, не достигают. Что же делать нам? Что Армении делать в этой ситуации? Какова будет наша роль? Каково будет наше место в новом мире? В 2018 году в Армении власти пришли люди, которые имели откровенно прозападный подход к решению вопросов, и прозападное прошлое. Мы все знаем, на каких акциях они участвовали, и какие блокады они держали. Но политические реалии, конечно же, их вернули, как я уже сказала, в русло адекватности. Все они поняли, что так дела не делают. И Россия является однозначно важнейшим игроком на Южном Кавказе. И играть вот в эти игры, в эти грязные танцы, как бы неуместно, да? Если вы пытаетесь руководить государством, то вы не понимаете. Но сейчас уже ситуация такова, что Армения должна однозначно и недвусмысленно выразить свою позицию. Буквально два дня назад я прочитала тезисы Сергея Лаврова, в частности Сергей Викторович сказал, что теперь Россия может рассчитывать только на себя и на оставшихся союзников. Для меня, как для простого смертного, это, мне кажется, самый прямой месседж, который вообще можно получить от Сергея Лаврова. Это означает, что больше от нас не потерпят попыток усидеть на двух студиях. Мы должны однозначно, повторюсь, и недвусмысленно выразить свою позицию, поддержать Россию в этот трудный момент. Потому что если мы не хотим делать это из чувства хотя бы благодарности, есть такие люди, которые испытывают аллергию, чувство благодарности, и мы это вообще не свойствуем. Я им предлагаю сделать это хотя бы исходя из прагматизма. Потому что альтернативы этому нет. Мы все видим, что такое Запад, и не все, что к нам оттуда прикатывается, на самом деле хорошо. Эти все волны, ветра, вот эти западные, они приходят, они уходят. А добрососедские отношения с Россией остаются. Ограничусь этим, но перефразируя известный такой фразеологизм, будет говорящий из главы. Бог высоко, а Америка далеко. А Россия всегда протягивала нам руку помощи, когда нам это было необходимо. К сожалению, сейчас прозападные деятели в Армении манипулируют общественным мнением в том ключе, что Россия у нас это отобрала, то отобрала, не знаю, сто лет назад, хоть нам, они рядом с нами не встали. Это очень легко им делать, потому что нет никакого противостояния. Хотелось бы в информационном поле видеть большую активность, но это, наверное, тема для другой конференции. И, подводя итог, хочу сказать, что, повторюсь, альтернативой нашему углублению сотрудничества и созданию новой интеграционной среды с Россией более расширенную, нет альтернативы. И мы, как носители единой традиционной культуры, все-таки, да, российский народ и армянский народ, мы делим общую историю. И это не только Советский Союз. До Советского Союза у нас была общая история. И мы носители общих ценностей традиционных, христианских. Поэтому мы должны стать сегодня рядом с Россией. Конечно, это опасно, потому что мы понимаем, да, что какова будет реакция. Но другого выхода у нас нет. Поэтому, думаю, что, надеюсь, что и население Армении наконец поймет, что нет другой альтернативы. На всяком случае, нам вот это единственный путь, который мы должны видеть перед темой. Спасибо.